Саламу алейкум, рахматуллах, баракату. Хочу высказать свою позицию по поводу последних событий во Франции с убийством учителя, который совершил 18-летний молодой человек. Я категорически не поддерживаю и порицаю этот акт самосуда, кем бы он ни был совершен. Я понимаю, что сейчас на меня польется всякая грязь и будет море негодований из-за моей позиции в этом вопросе, хотя я и ранее открыто негативно высказывался по подобным действиям. Также будут говорить, что я перед кем-то оправдываюсь или ищу снисхождение властей европейских стран и тому подобное. Однако я никогда не бегаю за мнением большинства. И хвала Аллаху, что мне не присуще это качество. Я всегда говорю только то, что сам считаю правильным, и говорю это открыто. И, конечно, по этой причине у меня всегда мало друзей. Так что меня мало волнует довольство людей и их количество. Поэтому мне незачем искать чего-то довольства. Я вижу, многие приводят какие-то доводы того, что этот парень правильно поступил, совершив это убийство. Но все эти доводы безосновательны и в большинстве случаев притянуты за уши. Вы утверждаете, что он ревностно отнесся к религии и посланнику Аллаха, алейхи саляту салям? Согласен, ревностно. Но было ли это правильным и делал ли сам посланник Аллаха, алейхи саляту салям, такое? Разве сам Мухаммад, алейхи саляту салям, набрасывался на многобожников с ножом? Или вы считаете, что у вас больше храбрости, чем у него? Разве его не оскорбляли враги? Да что там с карикатурами? Они его самого оскорбляли, обливали нечистотами, избивали, пытались убить. Или вы думаете, у него не было ножа? Может быть, вы думаете, что у вас больше имана, чем у него, алейхи саляту салям? Или больше мужества? Или думаете, он, алейхи саляту салям, меньше уповал на Аллаха, чем вы? Или вы более ревностны к религии, чем он? Тринадцать лет мусульмане что только не перетерпели, но они не отвечали им тем же. А те случаи, где было иначе, были только после того, как у них появилась сила, чтобы защитить себя. Только когда у них было свое государство, своя армия и так далее. И сегодня такие вопросы должны были решаться главами мусульманских государств на политическом уровне. Но если таковых нет, а те, что есть, никак не реагируют на эти нападки на посланника Аллаха, алейхи саляту салям, это не дает права людям самовольничать и нападать на кого-то в чужом государстве. Тем более, предварительно попросив у этих людей убежище у этих государств, и заключив с ними договор соблюдать их законы. Так почему вы себе позволяете то, чего не позволял себе сам посланник Аллаха, алейхи саляту салям, будучи самым храбрым и самым покорным Аллаху из всех людей на земле? Вы говорите о том, что надо защищать честь посланника Аллаха, алейхи саляту салям. Но сами даже не смотрите, как он это делал и при каких обстоятельствах. Вы не смотрите, как он, алейхи саляту салям, жил, как действовал, как воевал, как призывал. Читать книги об этом вам лень, но вот защищать его честь, убивая людей, вы призываете. Как это понимать? И почему вы делаете от его лица то, что он сам не делал и другим запрещал? Разве он, алейхи саляту саляту салям, не запрещал своим сподвижникам сеть многобожникам, что бы те с ними не делали? Так с чего вы это решили, что это можно? Да с того, что вы руководствуетесь не знаниями, а своими страстями. И посмотрите, какой результат. Он убил вчера одного, а сегодня вышли тысячи. Он стал причиной того, что теперь пророк Алейхи саляту салям оскорбляет тысячи людей. Он сделал так, что они призывают печатать карикатуры еще больше. Не говоря о тех проблемах, которые получили миллионы мусульман по всей Европе. Не только во Франции. Такие глупые действия приводят к тому, что власти вводят новые законы, разрешающие наносить вредь мусульманским беженцам. Это как раз им на руку. Это то, о чем они могли только мечтать. Они ведут эту антиисламскую и даже античеченскую политику, убеждая народ о том, что нет адекватных мусульман. Они трудятся над этим день и ночь, а мусульмане такими вот действиями дают новые поводы с ним соглашаться. Это также большой подарок Путину, ведь он давно пытается показать Европе чеченцев дикарями, радикальными фанатиками, террористами. А теперь он скажет, я же говорил, видите, с кем я имел дело все это время? А вы говорили, что я монстр. Теперь понимаете, что я был прав? У вас вам демократия, вы им дали убежище, и все равно они вас убивают. Некоторые возмущаются тому, что европейские власти ненавидят мусульман, что они не соблюдают свои же законы по отношению к нам, что дискриминируют нас, стигматизируют. Да, вы правы, они так делают. Да, среди политиков есть исламофобы. Да, они враждуют с нашей религией. А почему вас это удивляет? Что в этом странного? Они в своей стране и делают то, что хотят, и плевать они хотели на нас. Да и нам друг на друга плевать. Почему кто-то другой должен быть к нам более толерантным или милосердным? У нас нет за спиной ничего. Ни государства, которое бы за нас вступилось, ни сплоченности. Совершенно понятно, почему с нами так поступают. Ничего удивительного в этом нет. И также я вижу, некоторые комментируют видеоролики, где мусульманин или мусульманка простили своего обидчика и называют это позором, говоря, что они не имеют ничего общего с исламом. Серьезно? Значит, по-вашему, посланник Аллаха, алейсаляту асалям, тоже не имеет ничего общего с исламом, а вы умнее его? Разве он, алейсаляту асалям, не простил большинство многобожников, которые враждовали с ним, когда он вернулся в Мекку как победитель? Вы и о нем, алейсаляту асалям, скажете, что он далек от ислама. Разве он, алейсаляту асалям, не отказался наказывать тех многобожников, которые его прогнали, закидывая камнями? И он истекал кровью от ран. Ведь он мог просто пожелать им наказание, и ангел Джабраил, алейсалям, был готов уничтожить всех этих жителей, этого поселения. Разве не Мухаммад, алейсаляту асалям, является примером для всех мусульман? Так с кого же вы берете пример, выкрикивая всякую ересь и призывая к необдуманным действиям? Подумайте об этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова